В Россию упростили порядок получения социального налогового вычета по расходам на покупку лекарств. С нового года тверчане смогут вернуть часть средств, потраченных на покупку медикаментов. Есть ли ограничения по списку препаратов, за какой период можно вернуть деньги, а главное, каким образом. Расскажем в сюжете далее. Разница заключается в том, что выплата ранее предоставлялась только за лекарства, входящие в особый перечень правительства Российской Федерации. Документ, составленный в 2001 году, включал в себя порядка 400 наименований, многие из которых дорогостоящие. Стоит отметить, что раньше эта выплата не пользовалась популярностью из-за слабой информированности граждан и ограниченного списка лекарств. Сейчас ситуация может измениться. Получить налоговый вычет по расходам на покупку лекарств стало намного проще. Вычет будет предоставляться на все лекарства, которые назначил врач. Раньше для получения вычета лекарства должно было входить в определенный перечень, который утвержден постановлением правительства. С 2020 года можно вернуть часть уплаченного НДФЛ за покупку любого лекарства, главное, выписанного по рецепту лечащего врача. С 1 января каждый официально работающий россиянин сможет оформить налоговый вычет на любые лекарственные препараты. Налоговая вернет 13% от потраченных средств. С этого года, если гражданин покупал лекарства и у него есть рецепт определенной формы, он может включить в декларацию и указать расходы. Размер вычета остался прежним, не более 120 тысяч рублей. Льготу можно получить за препараты, купленные с 1 января 2019 года. Редактор субтитров А.Семкин